Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Беновича. Со смертельным исходом в Херсонской области пьяный военком спровоцировал ДТП, которое унесло жизни двух человек. Очень черный рынок. Кто и почем продает детей в Закарпатье? Любовь зла, что заставило молодую англичанку стать организатором теракта в Британском музее. Восемь раз боевики сегодня нарушили режим тишины. Противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по позициям военных в районе Крымского, Троицкого, Гнутого, Водяного и Широкина. В Маринке снайпер боевиков ранил двоих бойцов полка Днепр-1, которые патрулировали улицы этого города. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. Это уже как бы линия зитканая. В Маринке она практически впритык к жилому сектору и каждые сутки о городе упоминают военных сводках. Ночью начинается все обычно. Посреди ночи? Ну да. Ну с часов с десяти где-то потемнеет. Начинает работать. Вад заходит сюда в посадку, вот с посадки отсюда работают. Да ну это ночью с подствольников стреляли. РПГ работало тоже. ПКМ. То есть ну такое. Стрелковое оружие. Не стало исключением и эта ночь. Ночью сегодня насыпали, чего могли. Ну конечно тяжелого ничего не было. То есть танковой, артиллерии, минометов не было. Но стрелковое оружие, гранатометы, пулеметы, все работало. Наблюдение. Боевики ведут стериконов возле шахты Трудовская. Это окраина оккупированного Донецка. И от Маринки ее отделяет лесистая местность. Сюда активно подходят вражеские штурмовые группы противника. Чаще всего здесь идут ближние бои. Они подходят аж сюда на отстань буквально 100-150 метров. И здесь ведут уже пролиционный огонь по наших бельницах. Причем работу российских профессионалов легко отличить от рядовых боевиков. Действует слаженнее и вооружение у них лучше. И группами подходят. И слышно, что есть одинокие стрелки подходят. То есть по звуку слышно, что это работает. Это видимо АКМ с таким вот пламя-гасительным. Потому что люди думают, что это глушитель такая длинная штука. Вот. И ночной прицел. Он имеет расстояние, то есть вот работы, да, 300-400 метров. То есть дальше с ними не имеет смысла работать. Поэтому когда человек работает с ночным прицелом, значит он где-то здесь недалеко. И хотя минометы противника молчат, запрещенный калибр боевики используют. Активизацию врага на своем участке фронта пехотинцы объясняют недавней ротацией. Прощупывать армейцев стали и днем. Тут вдруг и днем на нас насыпают теперь, и ночью. То есть они еще не поняли, куда они пришли. Они проверяют наши позиции. Днем стало опасно ходить даже по улицам города. Працуют снайперы. И в последний час активизовалась их работа. Видно, что отбывался выпуск в школе снайперов в России. И они сейчас отбирают тут свои испытания. Так и сегодня утром. На одной из улиц ранения получили двое бойцов полка Днепр-1 во время патрулирования. От смертельного попадания снайпера одного из них спас бронежилет. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Ревюк. Из Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер. Украинский политзаключенный Александр Костенко находится в посольстве Украины в Москве. В Москве об этом в фейсбуке написала уполномоченная президента в Минской гуманитарной группе Ирина Герасченко. По ее словам, планируется, что Костенко вернется в Украину приблизительно в понедельник-вторник, если на границе обойдется без сюрпризов. Я напомню, вчера крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии номер 5, которая находится в городе Кирово-Чепецк Кировской области. Осужденного украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии посетил священник. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний России. Ирий предложил Сенцову побеседовать без присутствия посторонних или исповедоваться. Но, как нам известно, тот отказался. Ранее сообщалось, что к Сенцову не пустили священнослужителя апостольской православной церкви. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Герасченко, она пыталась передать через священника письмо для Сенцова. Я напомню, Олег Сенцов голодает уже более 80 дней, из-за чего его здоровью уже нанесен колоссальный ущерб. Угольная отрасль Украины должна работать ритмично. Так премьер Владимир Гройсман прокомментировал результаты правительственного совещания. Глава правительства напомнил, что неделю назад он потребовал план вывода угледобычи из кризиса. При этом подчеркнул, что для выполнения этой задачи необходимы инвестиции. В Украине 102 государственных шахты, но большинство из них находятся в зоне проведения ООС. Соответствующими действующими считаются лишь 33 предприятия из этих всех, а прибыльных из них всего лишь 4. Для того, чтобы было увеличено видобуток вугилля, мы меньше, чтобы его закуповывали по импорту. Для этого нужны еще инвестиции. Мы сьогодні пройшли по всем этапам этого плану. И сейчас, до 1 вересня, министерство и министр должны сконцентрироваться на покупке необходимых финансовых ресурсов, для того, чтобы инвестировать в увеличение добычи и в ритмичную работу всей вугольной галузи. Я очень жестко поставил вопрос о том, что вся галузь должна работать абсолютно ритмично. И это бесконечная ответственность министерства и министра. Но я готов полностью допомогти. В Херсонской области пьяный военком спровоцировал смертельное ДТП. Он сбил супружескую пару, после чего протаранил дерево. От полученных травм пострадавшие скончались. Водителя задержали. По факту нарушения ПТД открыто уголовное производство. В пресс-центре сухопутных войск сообщили, что виновником этой трагедии оказался майор Александр Андреев. Сейчас проводится служебное расследование. Четыре человека пострадали в результате аварии в Закарпатской области. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии сейчас. На трассе Киевчоп. Возле села Ивановцы столкнулись три автомобиля. По предварительной версии, водитель Фольксвагена не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Вначале он столкнулся с Мерседесом, а затем с микроавтобусом. Движение пришлось перекрыть на несколько часов на данной трассе. И еще одна смертельная авария. На дороге в Одесской области женщина-водитель не справилась с управлением, когда пыталась объехать собаку. Машину на огромной скорости занесло, она влетела в отбойник. В результате ДТП погиб ребенок. Еще двое детей, которые находились в салоне, также пострадали. Сейчас они госпитализированы. Хорватия выделила 33 тысячи долларов на реабилитацию детей-переселенцев и детей из крымско-татарских семей. Об этом сообщили в правительстве балканской страны. Деньги уже отправлены на счет консульства Украины. Я напомню, ранее активисты обвиняли власти Краматорска в том, что те якобы отправили на отдых в Хорватию детей местных чиновников и бизнесменов, вместо сирот и детей участников АТО. Скандал в Одесской области. В Малиновском районе девочки избили свою сверстницу. Они сняли это на видео и выложили в сеть. Родители пострадавшей отказались обращаться в полицию, но уголовное дело все же открыли. Как выяснилось, драка произошла 27 июля. Следователи установили всех участников этого конфликта. Это девочки 13-14 лет, которые учились в одной школе. Причиной такой агрессии стала ревность. Було установлено место, где происходило побитие детей, а также все участники этого конфликта. Из всех детей были выбраны объяснения, а их родители были протянуты до административной ответственности. В реальности был установлен мотив. Полицейским известно, что одна из девочек встречалась с хлопцем. Потом эти отношения были разорваны. И хлопец начал встречаться с другими девочками, с потерпелой. В Закарпатье женщина пыталась продать в рабство свою соседку вместе с ребенком. Мать с трехлетним сыном должны были заниматься попрошайничеством. Их оценили в 2,5 тысячи долларов. Преступницу задержали в Мукачеве, где она передавала соседей покупателям. За торговлю людьми этой женщине грозит до 15 лет лишения свободы. Мать и ребенок, которых пытались продать, сейчас находятся в безопасности. По крайней мере, так утверждают в полиции. Женка, которую пытались продать, она 39 лет имеет. Также жителька Мукачева. Она инвалидом третьей группы. Ее муж помер. И вот их соседка решила такую женщину, которая не совсем в хорошем состоянии здоровья ее дитину, продать за такую сумму. Разряд в 10 тысяч вольт. Уже неделю врачи не отходят от 9-летнего мальчика, которого ударило током. Это произошло в городе Ватутино, Черкасской области. Дети играли на улице, а стоящая рядом электроподстанция оказалась полностью открытой. Все подробности в материале. Ручка была, так? Обыдва. Обыдва? Добрый вечер. Возле его кровати постоянно дежурят врачи, медсестры и, конечно, не отходит мама. Тело 9-летнего мальчика пронзил ток в 10 тысяч вольт. Он с другом играл возле электроподстанции. Ребята решили посмотреть, что внутри. В результате Юра с тяжелой электротравмой, ожогами тела и лица попал в реанимацию. По словам врачей, больше всего пострадала левая рука. Левая верхняя конец, его была вражена струмом. Струм прошел через нее, вышел через левую ступню. Конец была в состоянии критической ишемии, с контрактурами, с гинальными. То есть это знак того, что травма очень тяжкая. Вот это подстанция в Атутино, показывает бабушка Юры. Говорит, дверь была открыта, хотя рядом парк и пляж, где отдыхают люди. О том, что случилось, мама с бабушкой узнали от врачей и полицейских. Друг Юры позвал на помощь прохожего, который и вытащил пострадавшего мальчика, рассказывает бабушка. Накануне подстанцию воровали, говорят в Облэнерго. В последнее время кражи оборудования существенно участились. И ликвидировать последствия электрики не всегда успевают. Металлозбирачки на сегодняшний день рушат наши на сегодняшней линии, забирают наше обладание. Про что мы одночасно ставим до виду все органы внутренних справ, про крадежки, которые идут электрообладнами. Как уберечь людей от подобной беды, ломают голову местные власти. Говорят, сами оградить опасное место не могут. Электроподстанция не их собственность, да и денег нет. Местная влада теоретично могла бы вплинуть на такой вариант, но при условии, чтобы у нас место не было дотационное. Своего боку, мы готовы полностью współпрацевать с РЕМом, чтобы не обеспечить наших жителей от ударов электроэнергии, струмом, но в межах чинного законодательства. Пока инстанции разбираются в ситуации, Юра перенес уже несколько операций. Часть пострадавшей руки врачам пришлось ампутировать. Мальчик единственный сын мамы. Она, как и бабушка, работает в местном ЖЭКе дворником. Тривальное ликование. Я одинокая мама. Сама я ничего не могу потянуть. В первые дни все деньги ушли, которые у нас были. Слава Богу, что есть добрые люди и все помогают. Юре еще лечится в лучшем случае два месяца. Здесь в больнице мальчик встретит и свой десятый день рождения. Анастасия Крылатова, Михаил Коваленко, Николай Уз. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В Николаеве скандал вокруг строительства дренажной системы. Работы, которых люди ждали целых шесть лет, теперь вызывают у них протест и непонимание. Почему, расскажет Марина Михайловская. Бывший поселок Горького теперь один из микрорайонов Николаева. Много лет дома здесь подтапливали грунтовые воды. В 2012-м местные власти наконец разработали проектную документацию на строительство дренажной системы. А вот деньги появились только в прошлом году. И за это время ситуация изменилась. В 2012-м году закончилась постройка дренажа в широкой балке города Николаев. И это с 13-го, начало 13-го года проблема эта ушла совсем. То есть воды грунтовой нет. Есть колодцы, глубина 6 метров, сухо. Но чиновники учитывать это, видимо, не захотели. И провели повторную экспертизу. Объявили тендер, выделили почти 14 миллионов гривен. И осенью начали строительство. Однако из-за плохой погоды работы приостановились. На сегодняшний день проект рабочий, проект в состоянии выполнения. Его возможно выполнить. И временные интервалы определены до конца 2019-го года. Стройку возобновили в июне. Пока из трех запланированных километров трассы проложили только 500 метров. На этой улице работы вроде бы закончили. Канаву засыпали. А вот до асфальта дело не дошло. Дождь было, то все нам выйти не как. Мы по ухам в грязи ходим. Мы за это. Кто нас питал до Нового Рока, когда они влезли, бог знает куда. Попроваливалось все. А здесь стройка в разгаре. Все разрыто и перекопано. Добраться до домов можно только пешком. Ни скорые, ни пожарные доехать сюда не могут. Жители соседних улиц опасаются, что тоже окажутся в такой ситуации. Мы засыпаем улицу за свой счет. Нам никто ни дорогу не делал. Мы делали сами за свой счет воду. Мы делали за свой счет газ. Мы делали за свой счет улицу. Вот сейчас хотят разрыть улицу нам. Мы против этого. Подрядчики в свою очередь объясняют, что работают согласно проекту. А укладка асфальта или хотя бы щебня в нем не прописаны. А значит и деньги на это не выделялись. Тут написано «Грунтовая дорога». Понимаете? То есть мы рассматривали вопрос заказчика, чтобы засыпать какую-то стружку или еще что-то. Но вообще это вопрос строительства дороги. Это вопрос, не связанный со строительством дренажной канализации. Но есть среди местных жителей те, кто за строительство дренажной системы и готовы терпеть неудобства. Уладить конфликт должна специальная рабочая группа. Ее создадут местные депутаты по решению сессии. Теперь слово за комиссией «Быть дренажной системой или нет». А до тех пор все работы должны быть приостановлены. Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности телеканал Интер Николаев. Любовь зла. 18-летняя девушка влюбилась в бойца исламского государства и планировала устроить теракт в Британском музее. По словам обвинения, такая идея пришла и в голову после известия о гибели любимого. Лондонский уголовный суд приговорил девушку к пожизненному заключению. Нападение СФА «Буллар» готовила вместе с матерью и сестрой. Спецслужбы впервые выявили террористическую ячейку, которая состоит исключительно из женщин. Автомобильный скандал в США. Белый дом хочет снять ограничения по вредным выбросам для производителей машин. Но сразу два десятка штатов намерены этот план торпедировать. Из-за чего конфликт расскажет Дмитрий Анопченко. Это Детройт. Символ американской автопромышленности. Красивейший когда-то город, в который теперь без крайней необходимости стараются не ездить. Ведь сейчас в мегаполисе отчетливо видны все без исключения симптомы болезни, поразившие американский автопром. Заколоченные и полуразрушенные дома, высокий уровень преступности, безработица, бедность. Проблема давняя и комплексная. Местные производители, не выдерживая конкуренции, больше не хотят развивать производство в своей стране. Пошли на массовые сокращения и вообще склонялись к тому, чтобы разместить свои заводы где-нибудь в Китае. Так дешевле. С благой вроде бы целью поддержать отечественный автопром. Администрация Трампа решила отменить ограничения, введенные еще Обамой. А при нем заводы обязали резко снизить уровень вредных выбросов, производимых ими автомобилей. И вообще подумать о производстве гибридов или электромобилей. Но эти планы встретили жесточайшее сопротивление. 19 штатов и столичный округ Колумбия объединились для борьбы. Благо, руки у них развязаны. Прежде чем изменить политику, власти обязаны провести общественные слушания. В Вашингтоне, Лос-Анджелесе и самом Детройте. Понятно, что голоса разделятся. Город автопроизводителей однозначно скажет «да». Но Л.А. и тем более американская столица попытаются план Трампа заблокировать. Их аргументы понятны и большинством явно будут поддержаны. Ведь когда слышишь в новостях, что загрязнение от автомобилей возрастет, а зеленые проекты свернут, по неволе начинаешь возмущаться. Осудишь и эти планы, и самого президента. Чувствуя резонанс, Белый дом пошел на попятную. Объявил, мол, волноваться пока рано. Это пока что только планы. И окончательного решения они еще не приняли. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс неожиданно объявила. Это все фейк-ньюс. Заявления, которые на минуточку генеральные прокуроры нескольких штатов сделали, не соответствуют действительности. То, что было опубликовано, это всего лишь предложение, а не финальная версия. Это просто набор возможных опций. Мы открыты для комментариев и после этого примем решение. Но волну возмущения уже не остановить. И она в очередной раз раскалывает Америку. Да, полстраны готовы протестовать и на демонстрации выходить. Но другая половина, и это в основном сторонники Трампа, уверены, что в целом он действует правильно. Ведь Соединенные Штаты действительно теряют национальный автопром. На многих американских автомобилях уже появляется надпись «Made in China». Крупнейший производитель страны, General Motors, не так давно заплатил в бюджет Китая в 180 раз больше налогов, чем дома в США. Производство уходит в другие страны, люди теряют работу, страна кадры, тот, кто исправит ситуацию, без сомнения получит и общественную поддержку, и голоса на будущих выборах. Вот только большой вопрос, сколько людей поддержит нынешний план, предполагающий спасение автомобильной индустрии ценой серьезного ущерба для экологии. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала «Интер». Португалия идет на рекорд. Температура воздуха уверенно приближается к 50 градусам по Цельсию. Возможно, завтра будет самый жаркий день в истории Европы. Светлана Чернецкая расскажет подробности. Фонтаны – самые привлекательные достопримечательности в эти дни. Туристы ищут прохладу либо под струями воды, либо прячутся в музеях. Европу накрыла вторая волна аномальной жары. В таком городе, как Париж, не хочется просто прятаться в тени. Мы стремимся все посмотреть, но приходится быть очень осторожными. Не ходить долго по жаре и много пить. Изнемогает от жары не только во Франции, но и в Греции, Германии и Британии. В Швеции тает ледник на вершине Кебнекайсе, поэтому она уменьшается на несколько сантиметров в день, рискуя потерять статус самой высокой в стране. Но самая адская жара ожидается в Испании и Португалии. Здесь температура может побить исторический рекорд – подняться выше 48 градусов по Цельсию. Очень жарко. Вчера температура не опускалась ниже 43 градусов по Цельсию. Совершенно нечем дышать. Мы думали, сегодня будет немного прохладней, но нет, жара не спадает. Это просто невероятно. В Испании от теплового удара уже скончались три человека. Хуже всего жару переносят те, кому за 60. В первую очередь мы обеспечиваем людей водой. Также организовываем купание в бассейне. Ну и, конечно же, время от времени предлагаем мороженое. Юго-западную часть Европы накроет циклон из Африки. К тому же из-за песчаных бурь в пустыне Сахара. В воздухе может быть много пыли. Поскольку климат становится теплее, такие жаркие аномальные дни будут все чаще. И это касается не только Европы. Побиты рекорды в Южной Корее и Японии. Этим летом во многих странах температуры были намного выше обычной. Даже ночью температура не падает ниже 25 градусов тепла. В швейцарских озерах гибнет рыба от недостатка кислорода. В Балтийском море цветут токсичные водоросли. Купание запретили на пляжах Польши, Литвы и Швеции. Бьет рекорды и температура в Англии. Здесь небывалые для этих мест 35 градусов. Британские депутаты призывают правительство заблаговременно готовиться к такой аномальной жаре. Как минимум обеспечить школы кондиционерами и изменить дресс-код для госслужащих. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В ООН заявили, что с начала года в Средиземном море погибли более полутора тысяч беженцев и мигрантов. Организация обеспокоена тем, что количество погибших увеличивается, хотя мигрантов на самом деле прибывает меньше. Спецпосланник ООН в Средиземном море призвал страны к борьбе с нелегальными перевозчиками людей, которые все чаще используют непригодные для этой цели лодки. Затем они просто дрейфуют в море в надежде, что их вовремя подберут спасательные суда. Вместо автомата удочка бывшие участники АТО сегодня выясняли, кто из них лучший рыбак. Почему такие соревнования настолько важны для бойцов, расскажет Марина Григорян. Рыбалка – это своего рода медитация, говорит морской пехотинец Виктор. Спустя три года у него в руках не оружие, а снасти. А для Игоря ловля рыбы не просто соревнования, а еще и время для общения с семьей. Закинув удочку, он рассказывает сыну о военной жизни. Сын пришел меня поддерживать. Я считаю, что действительно такие мероприятия нужны, потому что это помогает нашим воинам, которые сейчас защищают государство как-то реабилитироваться, успокоиться с семьей, так же самое, чтобы постоянно... Я получаю удовольствие на данный момент, потому что мне это нравится. Сын Ярослав пытается во всем подражать отцу. Я очень ждал этого, чтобы меня отец всегда привел, и я очень хочу его поддерживать. У меня очень хороший настроек. Он очень заслуживает большую повадку, потому что он очень много работает на работе. Рыболовный турнир для участников АТО организовали в Гастомеле. Первое, что я сделал, когда вернулся из Дебальцева, это я выехал на рыбалку. И три дня я пробовал біля водички. Это была для меня реабилитация. И найкращая реабилитация, оскільки вода ничего так не заспокеивает нервовую систему, как вода. Людина засередживается на поплавку, на водичке, спокойно відпочивает, тиша, спокойно, и может себя спокойно чувствовать. Победителя традиционно определяют по общему весу улова. Отдельный приз за самый крупный экземпляр. Чтобы более-менее было честно, мы в этих обоих категориях будем определять победителей первых трех, лучше всех, которые будут результаты. В рыбалке без удачи сложно. Марина Григоряна, Вадим Сверидонов. Подробности телеканала Интер. Пять телеграмм по-шотландски. В Эдинбурге статовал крупнейший в мире фестиваль искусств. Что предусматривает так называемая неформальная часть программы, знают мои коллеги. Ежегодно в течение трех августовских недель в столице Шотландии проходит самый масштабный фестиваль искусств в мире. Его открытие – это отдельное красочное событие. В этом году 15 тысяч зрителей собрались к зданиям Ашархол, чтобы посмотреть представление. Из-за огромного скопления людей властям пришлось перекрыть движение по улице, где проходило действо. Посмотреть действительно было на что. Известная студия театрального дизайна представила новое шоу, которое называется «Пять телеграмм». Это совместная работа с композитором Анной Мередит. В течение 25 минут зрители могли наблюдать за движением неоновых огней под музыку. Эти световые проекции кажутся огромными абстрактными вспышками, но они следуют музыке и точно отображают ее. Эдинбургский фестиваль – это общее название. Программа предусматривает и так называемую «неформальную часть». Она появилась благодаря театральным трупам, которые выступали на улицах города. Фестиваль был основан в 1947 году, сразу после Второй мировой войны. Это был наш ей ответ. Таким образом, мы хотели снова объединить Европу. Эдинбургский фестиваль уникален. Здесь одновременно представлены театральное, оперное, танцевальное и музыкальное искусство. Проводятся концерты классической, оркестровой, камерной и вокальной музыки. Директор фестиваля лично высылает приглашение коллективам. 2018 признан в Шотландии годом молодежи. Так что вы увидите молодежь и на сцене, и среди участников, и среди зрителей. Это отличный шанс узнать, каким молодое поколение видит этот фестиваль и к чему приведет его руководство. Ольга Теребинская, Оксана Гашева, подробности, телеканал Интер. В мексиканском сафари-парке штата Пуэбло на автомобиль с посетителями набросился носорог. Видео этого происшествия в сеть выложил водитель. По его словам, сначала самец атаковал зебр, а потом его целью стала машина. Руководство парка заявило, что во время происшествия никто не пострадал. Агрессию носорога объяснили стремлением животного произвести впечатление на самку. Сейчас носорога-драчуна поместили в отдельную секцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, которых спасли из затопленной пещеры, покинули монастырь. 11 юных футболистов и их тренер были послушниками в буддийском монастыре 9 дней. В знак благодарности за свое спасение. Кроме того, таким образом они почтили память дайвера, погибшего во время спасательной операции. Цифра 9 не случайна. Именно столько дней ребята с тренером находились в пещере, пока их не обнаружили спасатели. Теперь подростки вернутся к спортивным тренировкам. На испанской Майорке пришлось эвакуировать туристов с популярного пляжа Кало-Домингос. Причиной стала трехметровая голубая акула, заплывшая на мелководье. В момент появления непрошенной гости в воде находилось много отдыхающих, в том числе маленькие дети. К счастью, люди отделались испугом. Для акулы же все закончилось трагично. Биологи и полиция попытались проводить хищницу дальше в море, но не получилось. В итоге ее вытащили из воды и попытались эвакуировать с пляжа. Но акула умерла. Теперь защитники животных требуют пояснений, почему это произошло. Уникальный мастер работает в одной из парикмахерских Буэнос-Айреса. У 21-летнего Габриэля Еревеи от рождения отсутствуют части рук до локтей. Тем не менее, это не помешало ему пойти по стопам старшего брата парикмахера и стать не менее искусным мастером. Парень говорит, сначала тренировался на домочадцах, а потом приступил к работе в парикмахерской. По его словам, даже самые требовательные клиенты восторгят результата. 28-летняя женщина из города Хирсхольма стала первой жительницей Дании, которую оштрафовали за ношение мусульманского головного убора в общественном месте. По данным местных СМИ, полиция остановила женщину в торговом центре. Уведомление о штрафе в размере тысячи крон, это 134 евро, ей поступит по почте. 1 августа в Дании вступил закон, запрещающий жителям страны скрывать лицо в общественных местах. Под запрет, кроме мусульманских паранджей и никаба, подпадают также лыжные маски, накладные бороды и усы. В Нью-Йорке прошел ежегодный показ «Мод для кошек». Участниками действа стали около 10 хвостатых модниц. Кисок, одетых в стиле 20-х годов прошлого века, выносили на красную дорожку сами хозяева. Тему показа в этом году так и назвали «Мурчащие 20-е». Организаторы уверяют, что их «Мяу-модели» получают огромное удовольствие от происходящего. Главная цель таких показов – привлечь внимание к проблеме бездомных животных. Это все новости на сегодня. Приятного вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова